приветствую вас друзья рад видеть вас на канале проще простого сегодня на обзоре будет вот такой вот виски капитан гранд ничего я не смотрел не искал про этот вискай когда брал сказали киргизский я много пил виски из разных республик том числе из бывших советских республик сравнивал пробовал и казахстанские виски и украинские и польские виски даже ближние зарубежья российский но вот азербайджанские виски я не пробовал есть азербайджанский коньяк собственно говоря нормальный коньяк вино азербайджанское есть но вот вискаль я впервые вижу азербайджанский вискаль и дело даже не в цене здесь идет ценовая категория ниже среднего как ни странно но что нам тут пишут друзья выдержка не менее пяти лет то есть что что здесь составе собственно говоря ничего состав зерновой дистиллят выдержаны не менее пяти лет вода исправлены все даже про колер не написали но не знаю если действительно выдерживаете дистиллят в течение пяти лет в обожженных дубовых бочках конечно приобретет такой цвет слава богу если это так но у меня даже очень интересно вкусный ли вискаль азербайджанский итак приступим ну для начала конечно ну пробочка обычная пробка собственно говоря так что по бутылочки на бутылочки вот здесь вот этикеточка такая фольгированная и там капитан грант выдержанные виски купажированные не менее пяти лет написано 500 миллилитров квадратная бутылочка почему-то напоминает мне кое-какой вискарь вот такая бутылочка квадратная вам ничего не напоминает не буду говорить но вы все поняли про какой вискарь я иду веду речь но налью сразу немножечко пусть постоит вы знаете друзья в такой ценовой категории я даже не знаю надо ли ему отдыхать ну надо конечно у каждого это говорится как есть есть должен быть шанс а то производители вискаря скажут что же вы выдерживаете даете дышать таким десятилетним и двадцатилетним вискарям и то вы минут 15-20 даете выдержку папа отдохнуть чтобы спирты улетучить а тут вдруг а вдруг он вкусный ну вполне и так друзья даю ему 20 минут отстояться отдохнуть а для вас это конечно будет как один миг ну что ж друзья 20 минут прошло что по запаху мы имеем про бутылочку то я не зря говорил квадратную если вы друзья конечно же употребляли вискарь джимбим то посмотрите вот у меня есть обзор и ну не джин дэниелс конечно там тушь квадратники но вот джимбим там вискарек отдает таким яблочком вот именно яблочком ну что ж квадратная бутылочка и запах и запах яблочком уже два компонента ну этикетку конечно они не могли такую сделать ну что ж друзья очень даже мне за зашел этот запах но пока что запах интересно даже если будет еще и на вкус как джимбим то зачем брать дороже ну собственно да дубом немножечко отдает так не сильно конечно джимбим побогаче пахнет но вот этот вот оттенок яблока да тут есть и немножко побольше тут спиртуозности ну и выдержка всего пять лет но собственно говоря пока что до меня удивил азербайджан ну посмотрим что на вкус друзья вот что я скажу сразу правду вам скажу в этой ценовой категории очень даже неплохой рискать но вот если сравнивать с дорогими искорями ну пусть будет джимбим если уж на то пошло джимбим он такой знаете поплотнее насыщенный вкус такой плотность а здесь получается он такой легкий то есть можно сказать применить слово водянистый вкус но спиртозность есть конечно не сильно но вот именно не хватает маслянистости такой плотности но собственно говоря яблочком отдает и вот допустим у джимбима послевкусие долго держится и дуб и чернослив такой и яблочко она прям обволакивает во рту всю все и держится долго это все равно что вы знаете вот давайте то вот очень хорошее сравнение есть дорогие духи а есть типа подделки я не хочу сказать типа вот как аналоги они да они сначала вот вроде пахнут похоже очень бывают до того в точку попадут вот прям в точку но они не держатся в них в них нет такой плотности ядрености чего-то вот не хватает то и земли вот здесь если бы я даже не знаю может его выдержать надо этот вискарь лет 10 и все-таки может других бочках но вот яблочко есть вкус вискарёвый есть дуб немножечко но не плотный водянистый и после вкусе все-таки друзья все-таки после вкусе идет у него такое немножко с емушными маслами но вот я знаю некоторых товарищей ваш привет которым нравится вот именно вот этот вот такой ядрёвый севушный запах после вкуса есть вискари очень дорогие вот например ну не айрстон это не очень дорогой коньяк ой вискарь но все равно там после вкусе такого севушных масел таких носков каких-то дымных таких вот такой вот но некоторым нравится это здесь это немножко присутствует в конце после вкусе но друзья не вначале ну что ж еще разочек мы попробуем но первоначально когда пьешь очень даже очень даже ничего вот джимби ли нет вот этого все ушных масел за вас друзья с наступающим чем дольше он стоит тем быстрее улетучивается яблоко и остается все остальное вот чуть чуть больше дуба меньше яблока пошло и ну куда чушных масел у нас никуда не деться и видимо они послевкусие все таки остаются вы знаете лимончик а вот на нарезал вроде хотел закусить но не сильно то охота потому что спиртуозности здесь немного но все равно под третью рюмочку я все-таки собью как после духов нюхают кофе хочу сбить запах старый чтобы новый по-новому сейчас ощутить но сейчас лимон уйдет вы знаете как только налил я сразу понюхал он был немножко резче и яблоко больше ну вот сейчас отстаивается яблочко чуть-чуть присутствует но уже мало сейчас больше такой вискаревый классический вкус и немножко дуба яблоко ушло на второй план а так а так было вот прям вот хорошо так мне понравилось короче кто любит джимбин не дайте отдыхать наливайте сразу критик и закусывайте чтоб не было и представьте что вы пьете джимбин и так третий друзья ну что ж так вердикт друзья брать или не брать азербайджан меня удивил за эту цену брать конечно к друзьям идти ну к друзьям конечно можно было джимбин но этике . тут закос так все по иностранному так вроде все красиво ничего алкоголь самое главное чтобы был хороший алкоголь именно вот не бил по кадыку алкоголь здесь нормальный вы знаете плохой алкоголь выдерживает 20 лет он не поможет это здесь алкоголь вот я очень хочу попробовать киргизский конец вискарь потому что киргизская водка вот допустим белый аномат вот у них алкоголь чистый вот мне понравился я вот думаю не конечно не не все в киргизии скорее всего хорошо и несет в азербайджане тоже хорошо с алкоголем скорее всего есть какие-то другие фирмы где алкоголь наливают может быть из ванны а может быть и нет а может на каком-то заводе он грязный но вот кто-то может быть попробует скажет фу дерьмо я азербайджанский пил вообще пить нельзя да разные заводы есть друзья то же самое как коньяк армянский вон их развелось кучу но я к з ну вот по мне лучший реванский арарат почему то вот они нотку классики выдерживают вот вот именно вот коньяка я просто помню в советский союз и вот это вот классический вкус коньяка когда все делалось по госту друзья и никаких подделок раньше не было просто мы не знали что это такое и вот собственно говоря ереван старается держать планку и а много ведь армянских коньяков которые пить невозможно просто ну кто-нибудь попробует и скажет фу и пил я армянский коньяк такая ерунда да я хотел купить подороже вискарь азербайджанский но просто у нас магазине его не было может быть он намного лучше но вы знаете цена-качество вот этот вискарь меня удивил и собственно говоря вердикт давайте я заключение скажу брать или не брать конечно брать как всегда брать если хочется выпить вискаря сумма не позволяет брать дорогой вискарь и много разных вискарей возьмите этот вы не пожалеете однозначно так и собственно женщинами пить да пойдет собственно говоря я с колой его не пил я не знаю мне кола если с колой разбавлять многие пьют с колой даже дорогие вискари но у меня сразу теряется вкус если я хочу определить качество алкоголя конечно надо пить его чистым естественно и так с женщинами зайдет зайдет ну и все и с друзьями на какой-нибудь праздник брать или не брать ну собственно говоря наверное да да но если они узнают сколько он стоит будет неудобно ну вот так друзья вот на этой положительной нотке я наверное и буду заканчивать пока пока пишите ставьте лайки и подписывайтесь не понравилось ставьте дизлайки но все равно подписывайтесь пока пока